привет дорогие друзья сегодня мы знакомимся с интересными зверушками интересными насекомыми которые появляются в самом начале весны вот только пригорело солнышко еще в марте а уже они появляются на солнышко появляются около корней деревьев выползают на стволике деревьев особенно любит липу ясень и это клопы да да это клопы это не жуки но называются не клопы и солдатики всем известные друзья самого детства и они любят собираться в агрегации в скопления потому что так они зимуют и весной появляются с первыми лучами солнышко потому что у них начинается любовный период они сразу начинают друг друга искать самцы и самочки зимуют взрослые клопики клопики потому что у них имеется ротовой орган хоботок и их строение очень необычные они плоские потому что они очень приспособлены прятаться в укрытие например под кору деревьев под стволы под листву и когда я сразу наступает прохладная погода они сразу моментально прячется назад под кору или моментально прячется в в листву если пошурудить ее то можно конечно их найти и мы видим что здесь есть и толстенькие клопики и тоненькие толстенькие это самочки конечно же через некоторое время они начинают пароваться самцы находят самочкой спариваются и ходят в таких называемых тандемах они прикрепляются задним концом тела брюшком друг другу и обратной стороной тела ходит в разные стороны кто сильнее тут тянет в эту сторону вот здесь правой стороны как раз прицепились друг другу самец и самочка самец не отпускает и не разрешает другим самцам прибыль приближаться самочки через некоторое время они начнут откладывать яйца которые развиваются от недели до 16 дней яйцо круглое беленькое что интересно что у этого насекомого неизвестен пока что паразит яиц которые очень часто появляются например проктотурпоидные наездники трихограмматиды хальцидоидные наездники паразитируют во многих яйцах клопов различных видов а у этого клопа хоть он такой обычный еще не найден вполне возможно это новая тема для исследования которая может быть разрешена клопов очень легко этих разводить потому что они питаются только растительной пищей не представляет никакой опасности даже если убежали то тут же где-то и погибнут в лаборатории не причиняя никому опасности не имеют никакой хозяйственной деятельности разве что отмечено что вроде бы могут подпитываться даже на плодах винограда питаются потому что они растениями точнее говоря их соком хоботком они прокалывают стебельки или почки растений и получили такое название потому что они так и очень яркие они предупреждают своей окраской что и кушай меня поэтому большинство насекомоядных птиц их не кушает они не вкусные и свои гемолинфы им не нравится но на них иногда паразитируют клещики которые путешествуют по простой воде на них метод форезии переселения в другие места от паразит яиц еще неизвестен но как на лабораторной культуре часто исследуют различные поведенческие особенности и физиологические потому что можно изучать период роста период развития влияние различных химических веществ тех же самых инсектицидов из отложенных под кору или в почву или между листьями из клопов солдатиков которые просто округлого цвета овального круглой формы овального овальные влупляются личинки маленькие клопики которые не имеют такой яркой окраски а просто безобидные жуки-солдатики по-французски жандармы по старому украинской название даже москалики потому что вот такой у них красный окраска как у солдатиков не стоит их обижать можно за ними легко наблюдать брать в руки играть и выпускать потому что они всегда найдут себе место обитания вот такие клопы солдатики не стоит их убивать не стоит их топтать и давить потому что весной они нас всех радуют своим веселым появлением предвещением теплые весны и теплого лета и потом спокойно себя живут на столиках в почве и под листиками около деревьев никого не беспокоит только нас радует и увеселят своей красивой окраской большими веселыми группами когда они собираются выползают на солнышко а потом прячется когда появляются тучи вопросы по делу по защите растений можете то не только на кухне и доме посылать ваши вопросы на электронную почту предварительно посмотрев конечно же видео на моем канале вдруг кого-то из вредителей найдете на моем канале будет просто прикольно и интересно а если захотите выразить свой донейшн 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 называется оргвознос поддержку канала сейчас это считается нормально это нормально можете поставить пару гривен вот на вот эту страничку патреоне со своей карточки которые все сейчас расплачиваются за еду в магазине даже не доставая никаких доляров из кармана не обменивая сразу со своей карты какой-либо из своей стране не находили просто и приятно посылайте через патреон а я укажу вас как спонсора как спонсора поддерживающего канала мы с вами будем еще общаться патреоне вы будете патроном спонсором научных исследований это мелочи приятно может и даже не мелочи если хорошей поддержки почему бы нет вот такой сегодня а